Ко дню защиты детей коррекционная школа-интернат поселка Торфенова в Вореческом районе получила подарок от регионального отделения партии «Единая Россия». Для ребят оборудовали класс по изучению правил дорожного движения, где есть все, что встречается на дорогах. Светофоры, зебра, знаки дорожного движения и многое другое. О том, как в игре закрепить важное для каждого пешехода знание, узнал Иван Швецов. Учебный кабинет оборудован в рамках общефедерального партийного проекта «России важен каждый ребенок». В классе можно смоделировать дорожные условия, близкие к реальным. Переход через улицу по зебре, по сигналу светофора или по взмаху полосатой палочки инспектора, регулировщика дорожного движения. В комплект входят два светодиодных автоматических светофора, дорожные знаки, настенные плакаты, настольные игры с макетами зданий, постами ДПС, с флагбаумами и прочими элементами, которые могут встретиться на дороге. Мы считаем, что данный кабинет будет хорошим подспорьем в обучении детей правил дорожного движения, чтобы как можно меньше было дорожных происшествий с участием детей на наших улицах, и чтобы дети, которые выпускались из школы-интерната, обладали необходимыми знаниями правил дорожного движения. Воспитанники этой коррекционной школы-интерната никогда не смогут получить водительские права. Поэтому для них крайне важны практические занятия и получение навыков именно пешехода. Тем более, что в поселке Торфеном настоящих пешеходных переходов и светофоров не так уж много. Прошло полчаса занятий, и ребята уже прекрасно знают правила дорожного движения. То есть они уже нормально будут вести себя на улицах города, и меньше будет проблем. Важно, чтобы вот такие классы появились во всех школах, и были бы они и в детских садиках. Я думаю, от этого будет только лучше, меньше наших детей будет страдать. И став взрослыми, они, наверное, получив знания, они будут также стараться их соблюдать. По статистике ГИБДД, треть дорожно-транспортных происшествий в России случается по вине пешеходов. А это значит, чем раньше в сознании человека закрепится элементарное правило дорожного движения, тем меньше будет аварий и сломанных жизней. Иван Швецов, Сергей Щекин, Вести, Кировская область, Оречевский район.